У нас будет новое свидание с девушкой, с которой я познакомился на сайте знакомств. Надеюсь, свидание пройдет очень удачно и интересно. Закрывай. А то прохладно, молодец. Ну, привет. Как у тебя дела? Здравствуй. Ну, рассказывай, чем занимаешься вообще-то. Мы так с тобой мельком пообщались на сайте знакомств. Люблю развлекаться. Слушай, жарко у тебя? Так, ну, раздевайся, че. Я, пожалуй, да. Именно это. Понимать даже, не стесняться. Прямо так сразу. Ходи все. Ну, знаешь, девушки просто так не разъеваются. Ну, ты что, непростая. В принципе, я занимаюсь бизнесом. У меня свой бизнес, вот, как бы, ну, да. О, то есть я могу там путешествовать куда-то, ездить, летать. Я, кстати, очень люблю путешествовать. Ты вообще путешествуешь, нет? Да, я люблю. А за границей я была в Армении, в горах. Ой, брат, Армения, Армении, привет. Я любитель таких, типа, Дубай, Турция. Ты знаешь, меня никто туда не возил. Ну, в смысле, желание это было, или... Конечно, с радостью в хорошей компании, с хорошим человеком. Ну, как-то не было того, кто предложил мне это. Интересно. Ну, слушай, а вот давай, допустим, смотри... Я же одна туда не поеду. Меня там крадут. Ну, то есть ты, как ты считаешь, короче, что вот именно должен парень тебя везти и, как бы, платить за тебя, ну, деньги, получается. Ну, давай вот все вещи своими именами называть, да? То есть парень тебя везет, и он, как бы, за вас двоих сразу оплачивает Турцию, да? Ну, почему оплачивает? Ну, вместе с ним, мы вместе с ним хорошо проводим деньги. То есть вообще бюджет 50 на 50? Нет. Нет, то есть парень за все оплатит, за всю Турцию, да? А тебе когда-нибудь, вот такой вот вопрос, тебе когда-нибудь предлагал кто-нибудь, вот, допустим, там, за какое-то определенное количество денег, чтобы ты что-то сделала, куда-то там с человеком поехала? Объясни мне, что мужчина должен, а вот что в твоем понятии важное материальное состояние. Вот я просто пытаюсь понять, ну, для себя, то есть соответствую я этому или все уже очень. Сколько должно быть денег у мужчины, чтобы он чувствовал себя уверенно? Ну, вы хотя бы так, вот если я тебе сейчас скажу, что я хочу в Турцию. Хорошо. Вот прямо сейчас ты сможешь взять и купить билеты? И я-то смогу. А тогда встречный теперь вопрос. А если я сейчас, прямо сейчас зайду, куплю билеты в Турцию, должно быть что-то взамен. Да? Да. Билеты Турции, вопрос, Стамбул, я их покупаю, сразу два туда-обратно. И что же ты хочешь? Что ты можешь предложить? То есть на какой основе мы это все будем делать, если я сейчас покупаю? Ты со мной? Ты отправишься в прекрасное путешествие. Да. Мы с тобой замечательно проведем время. Да. Мы будем ходить типа в бар. Будем вместе развитываться. Я. Что мне даст человек, у которого нет денег? Любовь, заботу, там, не знаю, внимание. Любовь и заботу я могу подарить самому. То есть ты считаешь, что если вот у парня нет денег, да, то как бы он тебе интересен не будет. Давай по факту. Вот я тебя везу с собой, да, и получу за тебя бабки. Что ты мне за это сделал? Там, не знаю, по любую другую подругу, почему я должен лететь именно с тобой? Слушай, ну, хотя бы, потому что я, это я. Таких, как ты, называют содержанки. Слушай, ну, мы начинали с тобой неплохо общаться. Послушай, послушай меня, не перебивай. То есть ты, получается, готова продать свою пи***ю за просто поездку в Турцию? То есть будь это любой папик. Кто в твоем понимании нормально? Продавать свое очко за бабки за поездку в Турцию? Я. Заткнись, пожалуйста. Нет, ты с ним так не разговариваешь. Да, давай, пока.